МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, наверное, я не открою никакой тайны, что самое главное для нас сегодня — это микрорайоны новостроек. Это индустриальный район прежде всего. Именно там планируется строительство школ. И именно там на сегодняшний день у нас строятся две школы. Одна школа уже в хорошей стадии готовности, а вторая школа у нас только нулевой цикл и начало первого этажа. Это вот в каких кварталах может быть? Это квартал 2008-й, это школа на улице Сиреневой, 16, и квартал 2006-А. Это ближе к Северо-Власихинской. Тут тоже микрорайоны новостройки. Чем эти школы будут отличаться от уже имеющихся? Наверняка инфраструктура там лучше будет, то есть бассейн? В одной школе бассейн, да. В другой школе бассейна нет. То, что касается инфраструктуры, очень сложно сказать, чем они будут отличаться от современных школ, которые уже построены были. В любом случае, да, конечно, они будут отличаться, но прежде всего, наверное, внешне. То есть, может быть, это будет какая-то новая отделка. А вот то, что касается основополагающих моментов, то есть есть проект школы, он будет реализован. Проект школы — это примерно такой же, как у нас сегодня школа. 134, 133, вот такой проект. Он сегодня уже себя оправдал достаточно хорошо, поэтому и у нас еще одна такая школа будет. Школа в квартале 2006, а будет без бассейна, но проект примерно такой же, как вот в квартале 2008. Что будет еще такого, что привлечет туда и детей, и жителей микрорайона? Вы знаете, у нас на сегодняшний день, как правило, самым востребованным на территории данных новых образовательных организаций остаются стадионы. Стадионы, спортивные площадки. Ведь на сегодняшний день мы их делаем, по сути дела, по последнему слову техники. Это резинополимерное покрытие, это искусственный газон, это стандартные площадки, которые позволяют заниматься и футболом, и баскетболом, и теннисом, и волейболом. То есть они не травмоопасны. То есть они и для детей, и для взрослых. Но и тот спальный микрорайон, мы их так называем, те микрорайоны, они на сегодняшний день нуждаются в спортивных сооружениях. Ведь у нас здоровый образ жизни мы давно уже пропагандируем, да, а появление такого стадиона даже на территории школы, он предоставит возможность жителям использовать его, прежде всего, для сохранности своего здоровья. И еще один момент. Там будут все необходимые вещи, которые позволят подготовиться к сдаче норм ГТО. Это для нас тоже сегодня важно. Ведь ГТО сегодня сдают от мала до велика. То есть можно будет не только школьникам там заниматься, но и обычным жителям приходить, бегать, прыгать на этом стадионе? Конечно, да. И мы обязательно их приглашаем. Но директор школы очень сильно просит, это все-таки школьный стадион. Поэтому жители с большим пониманием относятся к нашим просьбам. И у нас сохранность очень хорошая, как правило. А вообще вот в проекте, да, так скажем, сколько еще школ в Барнауле и где будут располагаться, которые вот на нулевом этапе сейчас строительства? Ну вот я уже сказала, что у нас началось строительство в квартале 2006А. У нас планируется строительство школы в квартале 2023. Ну если вот территориально сказать, это Лазурный 2. Водораздел у нас улица Попова с одной стороны и с другой стороны. Вот на той стороне улицы Попова будет строиться новая школа. Она нам там действительно очень нужна, потому что там есть детский сад, но школы, к сожалению, там нет. И будем идти чуть-чуть подальше. Это проспект энергетиков, вот туда, ближе к концу города. Там тоже еще будут школы закладываться. Ну вот по времени через сколько появится, к какому году? Ну первую школу, о которой я говорила, вот на Сиренево-16, мы ее сдадим в этом году. Да, в квартале 2006А школа будет сдана в следующем году. Ну и дальше вот на год плюсом. А вообще нужно ли строительство школ в центре города? Или вот только в новых микрорайонах? Мы сегодня ставим такую задачу перед строителями. У нас сегодня достаточно большое количество школ в городе Барнауле, но интенсивная застройка сегодня не позволяет нам перебраться через рубеж двухсменного режима работы. То есть мы сегодня говорим о пристроях к старым образовательным организациям, к там, где позволяет территория, с той целью, чтобы, исполняя указ президента, переводить школы на односменный режим работы. Это для нас очень важно, потому что мы сегодня говорим о том, что школа работает в две смены, да. Дополнительное образование у нас идет после окончания основных уроков. А вот когда у нас односмена, то тогда спектр радуга дополнительных образований, она может быть гораздо шире, гораздо полнее. Можно применить особенности ребенка, его возможности, именно как дополнительное образование. Но это с переходом в односменный режим работы. И над этим мы сегодня работаем. У нас есть целый ряд проектов по пристройке к образовательным организациям, уже существующим. И, конечно же, они прежде всего касаются тех районов, где уже завершается массовое строительство, то есть не осваиваются новые участки. Это в центре, это центральный район железнодорожный, октябрьский. То есть в этих школах, которые вы сейчас перечислили, в них в первых, да, будет введен вот этот режим одной смены, правильно? Там, где будут пристрои, да, это нам позволит ввести односменный режим работы. Хотя у нас сегодня уже 27 школ работают полностью в одну смену, но по новостройкам мы пока этого сказать не можем. У нас там есть школы, которые в односменном режиме занимаются. То есть это 117 в индустриальном районе, это 133 школа, это 134 школа. Надеемся, что вот с введением в строй новой школы ещё одна школа у нас перейдёт в односменный режим работы. То есть поэтапно, планово, мы переходим на односменный режим. Но до 2025 года, надеемся, что эта проблема будет для нас решена. Вот вы сказали, что односменный режим, раз уж мы начали говорить о нём, позволяет ввести какие-то факультативы, да, то есть доп. образования. Есть ли примеры школ, в которых появились действительно вот эти новые кружки? То есть не просто расширились старые, а какие-то новые появились? Ну, новые кружки — это прежде всего, наверное, касающиеся тех школ, куда заходят не только факультативные занятия, как вы сказали, а учреждения дополнительного образования на вторую половину дня. Вот это может быть станция юных техников, это может быть станция юных натуралистов, это может быть различные судомодельные, то, что пользуются сегодня очень большим спросом. Это могут быть различные… Вот мы говорим о физкультуре, допустим, да, мы же о чём говорим? О том, что у нас есть в школе секция, волейбол, лыжная секция, да, это то, что входит в дополнительное образование. Но у нас, если есть специалист и квалификация учителя физкультуры, который может позволить вести секцию борьбы, рукопашного боя, что ещё у нас может быть, карате, да, или иную какую-то, или самбо. Вот если есть такое, то это же очень хорошо для мальчишек. Да, кстати, и для девчонок, они тоже у нас не отстают от них в это время. Поэтому вот этот спектр, он может быть расширен. Почему? Потому что новая школа — это, как правило, два спортзала. Во вторую смену занять два спортзала, один под игровые виды спорта, другой, допустим, под иные, да, это уже плюс прежде всего к детям. И вот, то есть каждая школа, она должна чётко понимать, что интересует детей. И вот тогда этот спектр будет вырисовываться, и наши учреждения доп. образования, они всегда очень гибко и чётко реагируют на то, какой запрос сегодня идёт и от родителей, и от детей. Ну и вернёмся к строительству новых школ. Ну да, какие сейчас стандарты существуют для строительства? Ну стандарты существуют, это прежде всего, наверное, строительные нормы. Строительные нормы, которые учитываются в их нормативных документах, в нормативных документах строителей прежде всего. Это касается и высоты потолков, это касается высоты здания, и количества этажей, которые необходимы для школы. Но и расчёт делается, проектную мощность определяется по расчёту квадратный метр на одного ребёнка. Поэтому вот есть земельный участок, ведётся расчёты, и тогда уже определяется, на сколько мест может быть построена школа. Мы определились, на сколько мест, далее готовится проект, но это не просто так. Готовый проект, он не сразу реализуется, а проходит обязательно государственную экспертизу, и только с заключением государственной экспертизы о том, что этот проект может быть реализован, начинается строительство. То есть прежде чем мы начнём строительство, это достаточно серьёзный этап. Наталья Владиславовна, время беседы подошло к концу. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам. Я напомню о строительстве новых школ в Барнауле. Мы говорили с Натальей Полосиной, председателем Комитета по образованию города Барнаула. До встречи в эфире. Продолжение следует...